Здравствуйте, уважаемые зрители! Вчера я выпустил ролик, где сообщил, что МИД Азербайджана потребовал от Google убрать с карт армянские географические названия на Горном Карабахе. И вот, сейчас я вам покажу. Ну вот карта, допустим, есть название и на азербайджанском, и есть на армянском. И сейчас МИД Азербайджана потребовал, чтобы все армянские названия были убраны, чтобы только остались азербайджанские. Ну, как правильно, освободили земли. Зачем эти армянские названия нужны азербайджанцам? Ну и вот теперь спутники Армении тут немножко запаниковали. Если Армения не протестует это заявление, то Google может удовлетворить требования Азербайджана. Вот компания Google. Так, и вот что они пишут. Если армянская сторона не предпримет никаких шагов, то высоковероятно, что Google может удовлетворить требования Баку и эти самые убрать армянские названия, как будет выгодно Азербайджану. Google может показывать исключительно азербайджанские варианты названий конкретного Азербайджана. Ну и Карабахи. Другой вопрос, по словам медиаэксперта, состоит в том, как это будет выглядеть при просмотре из третьей нейтральной страны. Именно с этим и обратился МИД Азербайджана в компании Google. Так, Карабах является признанной в международных отношениях зоной конфликта, и поэтому если нажимать на карту Азербайджана, эти территории не показываются, пишут армяне. Границы Карабаха вообще нет, а названия указаны как на армянском, так и на азербайджанском языках. Так, сложно теперь рассуждать, ведь мы не знаем, какие доводы азербайджанская сторона привела Google. Но это случай, когда МИД Армения должен оппонировать азербайджанской стороне. Тем более, вышеупомянутая компания работает со всеми странами. В общем, армяне говорят, что надо срочно обращаться в Google, иначе все их армянские названия уберут нахрен. Ну и вот за чего они это делают? По мнению этого Попекян, вот там у них есть такой Артур Попекян, эксперт, более вероятно, что Google обратится в посольство. Ай, ну, типа они требуют, чтобы посольство Армении обратилось в США, отметив, что тут имеет место международный конфликт, и что азербайджанское предложение будет довольно тревожным для армянских пользователей. А так как армянская диаспора довольно большая, то на карты будут смотреть со всего мира. Следовательно, если убрать армянские названия территории Карабаха, то это станет причиной недовольства армян, проживающих в диаспоре. В общем, если сейчас армянские названия уберут с карт, то армянская диаспора будет в шоке. Как так? Тут все было по-армянски. Шуша – это было Шуши, Ханькинди – это там было у них свое. В общем, все название, все исчезнет. Все, что нажито непосильным трудом за 30 лет, все названия армянские улетят в трубу. И вот теперь тут у них Попекян запаниковал. Так что вот такие новости. Ну а пока российские миротворцы, как сказать, втихаря обеспечивают безопасность. В общем, въезд в Карабах более 2000 человек. В общем, российские миротворцы помогают. Рей Картиняна сепаратистам. Сейчас был призыв. Ну все уже знают, что надо заполнять Карабах, эту территорию, беженцами, чтобы те с Армении вернулись назад, и их заманивают туда всеми способами. И чтобы, как сказать, создать видимость населения, что на территории Ханькинди живут очень много людей. Типа, что там мало сейчас, все убежали, некому жить. Ильхам Алиев говорит, там всего в Карабахе 25 тысяч, армяне, говорит, там 50 тысяч. В общем, они стараются заманить. И вот теперь уже 2000 заманили. И как раз вот пишут, что вот российские миротворцы обеспечивали въезд в Карабах 2000 человек. Создать видимость, что их там много очень. Ну и вот тут еще новость такая. Есть у них Тигран Абрамян. Оказывается, в шоке. Он не понимает, что Пашинян подписал договор с Ильхам Алиевым, что будет строиться Загнизурский коридор. Он проснулся только сейчас. В Азербайджане, так называемом коридоре, говорят, как о свершившемся факте. Доброе утро, Тигран Абрамян. Вы проспали, уже давно все подписано. Депутат Национального собрания Армении, от фракции честь имею, эксперт по вопросам безопасности. Тигран Абрамян на своей странице Facebook пишет. В Азербайджане, так называемом коридоре, говорят о свершившемся факте. Сейчас я вам покажу карту. Да, конечно же, все свершилось. Все подписано. Пашинян сказал, будет железная дорога, будет автомобильная дорога, все будет строиться, все будет разблокироваться. Комиссия создана. Армяне только проснулись, блин. Открыли им глаза. Вопрос не в том, на каком официальном уровне реагирует на это власть Армении. Проблема в том, что если даже в этом вопросе нет закулисных договоренностей, Азербайджан и Турция озвучивают заявления, отступать от которых кажется очень сложным, так, конечно, все уже. Азербайджан, Турция все озвучили, что все, коридор уже строится. Только в темпе, Аль-Хам Алиев подгоняет Пашиняна, в темпе, в темпе Пашинян, шевели, шевели помидорами, шевели там своими булками, быстрее шевелись, надо строить. Проще говоря, Азербайджан заверил свое общество о том, что коридор будет. Ну, конечно, вон Аль-Хам Алиев, все, железный кулак на месте, мы все построим, все пробьем. Более того, ведут переговоры со своими международными партнерами вокруг региональных проектов, что еще больше осложняет тяжелую ситуацию, связанную с коридором. К сожалению, в создавшихся условиях сформировалась крайне неблагоприятная обстановка в плане сценариев, где придется выбирать между плохим и худшим. Не знаю, кому худшим, кому лучшим, но Азербайджану и Турции это очень выгодно, и России выгодно, ну, я знаю, армяне считают им невыгодно этот Зангизурский коридор, ну, значит, будет в блокаде тогда, их все заблокируют, у них вообще там экономика рухнет, и все уедут в Сочи-Краснодар, потому что бегут, бегут, 300 тысяч убежало за последней информацией, уже армян за последний год, мне кажется, уже такая сведения, так что, ну, вот, а коридор, вот он, все, карта уже официальная, все как будет выглядеть Зангизурский коридор. Да, коммерсант опубликовал карту железной дороги, ну, это и есть вот железная автомобильная дорога. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok